Много лет анализируя творчество Сергея Лукьяненко, я пришел к выводу, что в нем нет конспирологии. В этом плане его творчество близко к творчеству Александра Казанцева. Известно, что Александр Казанцев был близок к членам тайного общества диска, но так и не стал одним из них. Не стал, поскольку его не приняли. Известно, например, что у братьев Стругацких он стал прототипом отрицательного героя, профессора Лоббекова. И они вообще были о нем, мягко говоря, не очень высокого мнения. Из этого, конечно, не следует, что я беру на себя ответственность судить, тем более, что я ничего не знаю о диске, кроме того, конечно, что написано в книгах супругов Бузиновских. Но ясно одно. Сергей Лукьяненко в своих книгах рассматривает то же самое, что рассматривали, а рассматривают и дискорцы. Но ему не хватает глубины. Я долго пытался разобраться. Понимает ли он, что его сумрак в дозорах и холод в искателях неба – это нуль пространства? Или он пришел к этой категории интуитивно и пришел к выводу, что он этого не понимает? Беда современной фантастики в том, что у нее нет описания, в ней, вернее, нет описания нуль пространства. Есть только так называемый нуль-переход, позволяющий мгновенно прыгнуть на расстояние от нескольких до нескольких тысяч световых лет. Поэтому, кстати, многие путают его с телепортацией. Но, собственно, описания нуль пространства нет практически нигде. «Исключение мне удалось найти одно – «Призрачный мир» Джона Толкиена. Вот он, думаю, очень хорошо понимал, что писал. И, видимо, вообще, или во всяком случае нельзя исключить, что центр диска находится в Великобритании. Я согласен с управами Бузяновских, что на Западе диском руководил Герберт Уэллс. В свое время, понятно, руководил. Кстати, кто знаком с ситуацией, с невидимым самолетом Роберта Мартини, невидимым в прямом смысле этого слова, и с экспериментом США с эсминцем Элдриджем. Тот прекрасно понимает, что то, что у Толкиена Бильбо и Фродо могли становиться невидимыми, но ни разу не скользко. Великолепно этот момент, кстати, описан еще и Владислава Крапивина. Но об этом, надеюсь, мы поговорим позже. Теперь небольшое отступление. Я не могу переместить нас в нуль пространства, поскольку таких футажей, боюсь, еще нет в природе. Поэтому сейчас мы с вами в космосе, внутри розовой туманности. Надеюсь, футаж вам нравится. Но вернемся к отзыву. Лукьянин, как, кстати, понял, что Толкия написал «Сумрак», о чем он прямо написал в одном своем произведении. Но потом в другом своем произведении он все испортил. Написал, что «Сумрак» — это гигантское разумное существо. Вернее, самоорганизующаяся система. Вроде Солерий со Станислава Лема или Матрица, братья Вачевски. Теперь уж, впрочем, скорее сестер Вачевски. Собственно, на основании этого я и сделал вывод, что Лукьянин, как, пришел в категорию ноль пространства интуитивно, и не понимает сам, что он написал. Но находка потрясающая. Я попробовал исправить этот перекус Сергея и детально описал ноль пространства в своем первом, пока последнем, научно-фантастическом романе «Темная планета». Кстати, изначально я там назвал ноль пространства тоже «Сумрак». Ну, а пиздать его спротивился. И мне пришлось переименовать его в «Аристон». Естественно, я там подробно объяснил, что «Аристон» — это ноль пространства, чтобы не было возможности произвольных толкований. Кстати, если это кого заинтересовало, то мой роман выглядит так. Давайте посмотрим на него и в полном размере. Его легко найти в интернете, в том числе много и пиротских копий. Издало его издательство «Снежный ком.м». Но то, что Лукьяненко вторым в мировой литературе удалось детально описать ноль пространства, не отнять. Хотя он и сам не понимал, что пишет. И, кстати, его описание холода в «Искателях неба» кое-в чем даже интереснее, чем описание сумрака в дозорах. То, что ноль пространства может стать хранилищем для ценностей этаким космическим банком, это, конечно, что-то. И нужно только знать слова, позволяющие переместить ценности в ноль пространства, а потом их оттуда извлечь. Этакие заклинания. И есть некое изначальное слово, позволяющее извлечь из холода все ценности, перемещенные от уа людьми за всю историю Вселенной, «Искателях неба». Вокруг чего, собственно, и закручена интрига диалогии. И понятно, что такой подход заставляет во многом по-новому взглянуть на личность Творца. Сам собой возникает вопрос, зачем ему понадобился настолько странный эксперимент. И не слишком ли дорого, что человечество, что вся жизнь на нашей планете в целом платит за эти его эксперименты. Кстати, видимо, ведь и не только на нашей планете. Особенно на этом фоне интересно, что главный вопрос в диалоге, кто же такой юный принц Маркус? Искупитель, искуситель или простой человек, случайно узнавший изначальное слово? Так и остается открытым. Добавлю, также непонятно, зачем Лукьяенко понадобилось так унижать Россию, объявив ее честью империи татар, русийским ханством. Русофобия вроде не страдает. Еще интереснее, что прямо после этой диалогии Лукьяенко официально крестился и официально стал православным. Сделал прямо противоположное тому, чему учить диск. В целом, диалогия на фоне остальных книг Лукьяенко, безусловно, выглядит очень хорошо. По крайней мере, подняты. Очень серьезные вопросы. Хотя ответа на них, как, впрочем, и всегда у Лукьяенко, нет и нет и близко. Рекомендую книгу всем думающим людям. Если понравился отзыв, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь роликом в социальных сетях и на других ресурсах, пишите комментарии, смотрите мои аналогичные ролики. Какие именно вы видите на конечных заставках? Субтитры сделал DimaTorzok